Представьтесь, я Броницкий Михаил Иванович, родился в селе Большая Знаменка, в 1934 году. Проживал с детства, значит, все время был Московская улица, улица Московская. В школу ходил во время войны, при немцах, учила Просковья Ивановна Силина и Анна Ихремовна. Анна Ихремовна была, девичья ее фамилия, не вспомню уже. Проживал после войны, в школу так и те же самые учителя учили нас. И при немцах била Просковья Ивановна нас. И после немцов учила, ставлю ей говорить, говорю, Просковья Ивановна, помните, Силинах фамилия была Просковья Ивановна. Помните, говорю, как вы били, что неправильно написал, указкой били. А на то было время. Ответила так и все. Вот такое дело. Ну, повзрослел уже вот, когда у нас речка Конка. Да, после войны и промовцы называли моряков. Или, может, а то штрафники были. Я не буду брыхать, не знаю. Но они вытягивали лебедками баржи затопленные. У нас было на Конке затопленное, значит, так. Огнеопасная была дальше за паромом. Аж у нас и паром там через Конку был. Вот за паромом. Три баржи они вытянули ближе к пристани. И к колопристани одну, четыре, и ту, и пять. Пять баржи они вытянули и въехали. А куда? Что? Так а что это за баржи? Что они затонули? Баржи были затоплены Малахов Алексей. Иначе, вон, царство небесное немало уже. Где-то, наверное, 27-го года был. По приказу. Он прорубовал на дне, внизу дырки небольшие. Они постепенно водой залились, значит, и потонули. По приказу. Ему приказали. Это когда война началась, да? А? Война началась. Чтобы не досталось немцам. Да, да, да. Притом, одна баржа, по-моему, была тогда уже зерном загрузена. Потому что рядом же, около пристани, был на горе, наверху этой зернохранилища. Ну, тогда называли, как, сделанный был этот, пазы такие, загружали баржи. Транспортер. Транспортеры, ага. Вот. Это я уже в том году, уже когда баржи вытянули, где-то лет 16 уже было мне. Может, да, лет 16. И что это, воды этой не было залитой. Ага. Когда я умерла, я сюда пристал до этой женщины, дал ей мушу в один месяц, недели на две разницы. Я перешел сюда жить, и так вот, носила, нашел эту батькину фотографию, и свою эту на лодке, чайка, лодка написана было раньше. Возил на Никополь, потому что получалось, Днепр, у сторону входил сильное течение. Так там сделали между каменкой, на рыжах так называли, рыжи. Вот как на дамбе сейчас вот камень лежит, так там просто машины насыпали, сколько могли, это, камня так, чтобы вот Днепр вот так и шел, а вот так вот насыпали этого, камня. И Днепр тогда ушел уже, значит, своей стороной, как он и раньше был, так его сделали из этими рыжами. И я возил в то время пароход на Знаменку, на Знаменку пароход не ходил, вот там, это ж было, рыжи сделали, вот, лодками, только лодками можно было проезжать в то время. И я возил на Никополь аж груз, груши, деблоки, порзинок, потому что рыжи обшивались материалами разными, мешковинами, ну, и это поконки. А на Днепр выходили сильное течение было со стороны Никополя, ну, со стороны Запорожья аж. Сильное течение по Днепру было, по сторону Каховки. И вот мы тогда на берег вывезли, кто вот, кого везешь, с ребят бывало, может, мужики такие, что я только направлял лодку, рулил, а они натягло против течения, протягивали до самой этой, ну, там еще берег был по конке, что же, Днепр далеко был, катер где ходил. Так мы переезжали, как только проедем мы уже, эти вот, что при немцах делали пленные, мать моя даже работала там, тогда немцы забрали ее, вот работала, мост, что хотели строить, быки эти называли, столбы эти. Вот эти вот, как только проедем, так переезжали там, на той стороне Днепра, был, как эти, фонаршик назывался, ставил фонары на якорях, фонары горели, как проход катеру, на каменку катер ходил же, с Никополя, даже и ракеты были уже, а тогда был, вот, как-то рассказывали, что те американцы его суды нам дали, че кто его дал, такой пароход был, что на лопастях, с одной стороны лопасти такие деревянные были, из досок, и на другой стороне такой же самой, ну, лопасти, в одно время на обух сторонах было это, вот, и оно против течения, часа два на Никополь-то идёт, сильно такой, тихоходный был, вот, а мы лодками возили на Никополь груз, и как раз вот, уже знали, когда он проходит, так мы пропустим его, тогда мы проезжаем лодками. Вот хотел спросить у вас, как рыбу раньше ловили тогда, до войны, после войны? Кто ленивый был, усеяли, то те и не ели рыбу, и не ловили. А старики у нас были, в основном, вот, даже одна внучка пострадала, немцы расстреляли, Белова. Анна Белова? Анна Белова, из, так, сейчас Патротов, ту улицу, Лиманная, раньше была, Лиманная, она жила там, вот, и деды эти тоже, стрельцовы, в основном, были, прямо, семьями, братья, рыбалки, на лодках ловили, ставили, вентярия, сеток не было тогда. Что такое вентярия? А вентярия, вот так вот, всего он длинный, это уже, по хваку, да, значит, а заходит, вот так, одно крыло, были, однокрылки, назывались, и другое крыло, сетка, сетка, и вот край этого крыла, у сторону ушел, раз, колик такой, затыкает, чтобы, значит, держало это крыло, и тое крыло, так само, и жили двухкрылые, вентярия, это назывались, вентярия, двух, два крыла, и вот, когда рыба, идет, толкнулась, она доходит, а тут, значит, уже, вот так вот, кольцо деревянное, с лозы, круглая, и заход туда, оттуда, как зашел, у этой вентярия, уже она назад не выйдет, вот там, конец, тут большая, большое отверстие, и идет, идет, провязывается, что узенькая, лишь бы рыбина прошла, а как рыбина прошла, то уже в большом, как, как у помещения, как мешок она зашла, вот и все, это вентярия называлась, ну, помного ловили рыбы, рыбы много ловили, и там же на конке, была, это, приезжают рыбаки, сдают, как, весовая была, приемщик был, кооперацию, ага, кооперацию, помещение, оттуда уже отправляли, куда, куда положено, и по магазинам, и продавали, и так людям, вот такое вот дело, вот еще, вспомните, во время оккупации, как немцы себя вели, ну, честно говоря, в знаменки, вели, ну, я бы сказал, в знаменки, ну, может, три, четыре бомбы, примерно, упало, да, самолеты, что я помню, сбили русский, вот, самолет, как он оттуда, со стороны рогачика, а у рогачика же, бои были большие, вот, вот забыл, кто-то до, ну, это, на Белозерку ехать, там, этой командующей, что командовал, этим, дивизией, этой, когда с рогачика, забирали рогачик, но уже русские гнали, и вот оттуда, как немцы, что, многие были, ну, вели себе, просто, тихо, спокойно, вот, еще, так было, два, у нас, правда, с квартиры нас выгнали, с залу, ну, с передней хати называли, вот, а сами жили там, и они не воевали, они только лишь начальников, начальников, каких, как побилов, то привезут, колошколы в центрах у нас, у Знаменки, с левой стороны, как туда, в сторону рогачика ехать, с левой стороны, было немецкое кладбище, запретили русских там хоронить, только на правой стороне хоронили, там она, и на правой, это рус, наши, местные населения хоронили, а немцы отдельно хоронили, вот так вот, вот колик, каска наверху, и вот он хороненый уже там засыпается, на палке, каска, это я хорошо помню, это дело, а в школе, десятилетка у нас там школа, в центрах, вот, были столько собак, овчарок немецких, специально клетки такие были, и вот там овчарки были, эти немецкие, что и щейки ихины, очень много было, вот это я хорошо помню, так что, были всякие, были строгие такие, что могли, ну, у знаменки очень мало, в основном были полицайи, наши ж подлюки, по правде сказать, наши все время людей, кто был бригадиром, кто был председателем колхоза, повыдавали, вот, выдавали наши полицаи русские, тогда Раевский ими командовал, а молодые ребята, фамилии уже я не могу вспомнить, но знаю, что на нашей улице, на Московской, ну, Комарына ее так по-русски называют, Акимова их фамилия, много там было, понимаешь, и вместо Комарына их, поналетали, как вот вроде бы Комары, Комарына называли, и улицу, из-за их, а писали, вот, это же для письмо, только Московская, тогда мирами хаты же были, это в центре, да? А? В центре она находится? Нет, навпродь, пекарня, в воротке, в воротке, у городка найдете, аж выходит в городке, там дальше, это, ну, сейчас же переименовали, сейчас? Да, а я не знаю, я не буду брыхать, я уже там давно не был, Михаил Иванович, еще расскажите, как молодежь отдыхала, работы много было, ну, говорят, что успевали, и гармошки играли, и танцы были, после войны уже. А до войны не помните, да? До войны, видишь, ну, во время войны, я в первый класс пошел. Ну, после войны, как отдыхали? А после войны, ездили на коровах, у кого коровка осталась живая, спаривали по две коровы, и, как вот оно, вали были, вали были, чтобы оставались там, ну, бугай, а вот уж вылезла, их вали называли, я, ярмо делалось, а такое на одного, и так, с этой стороны, с этой же ворень затыкался, а посередке связаны, чтобы с поднизу это держало, и сверху, деревянное это было. Вот их запрыгали, этих валов, и ездили, по маленьку, ну, по, где бригады были, колхозные, у степи, там же ж, поля разделены, вот колхоз Колос там, у городку, а я был колхоз Карломарс, следующий суда, вот, это, а потом уже, колхоз был Сталина, так вот, и назывался, у центра, сейчас там, шесть, и парикмахерские были, швы и пром, было, сейчас, какой-то хозяин, держит, у Солоха, да? Солоха, да, да, кафе, магазин, выпилки, что там, я ни разу не заходил, напротив остановки, да, да, вот это вот, ну, 13 колхозов по знаменке, вот в Алексеевке, этого Алексеевка, и Линка, в той стороне, и знаменка, три, три прихода было, три сельских совета, ну, в городе, горсовет, а у нас сельские советы, а потом начали постепенно соединять колхозы, по два, по три вместе, вот, а люди все время, то на валах, и даже зерно возили, на, ну, на пристани, на Конке, это ж было, зернохранилище, что я говорил, да, зернохранилище было, вот, и туда сдавали специально зерно, а там на баржи тогда грузили, даже перед войной, что я же говорю, что баржи эти ж позатопили, но одну вытащили, я не знаю, как, на старшие ребята посылали, у ящиках были бутылки, запечатанные, а у этих бутылках, хлопцев-то кидают, они вот на танки кидали, горящие, так нас гонял, значит, это еще вытягивали, баржи эти, старшие, все время нас ходила, овчарка у ее большая, кара, как сейчас помню, кара, вот, и нас-то, она не рвала нас, а собьет, не стоит, герчить, кстати, шворочатся, она кидается опять, не чтобы ты лежал, это вот нас наказывали, когда лозины хорошо давал нам, за это, но, другой раз, проверим, что вот, нема его с собакой, так вот, наберем этих бутылок, старшие забирали, а на что забирали, куда, и нас посылали старшие, так, в бутылках, что было, зажигательная смесь, зажигательная, да, 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 так вы их просто разбивали, или поджигали, я не знаю, куда мы девали, честное слово, я не знаю, вы бросали, они разбивались, и все? как бросают, разбиваются, то все, а на горы, вот такой, загорались, а что-то, я тогда и даже, не, так все-таки, молодежь, как отдыхала? Молодежь, в основном, трудилась у колхоза, у колхоза, таких производствов не было, в основном, у колхоза, сразу ездили, и пешком ходили, по своим, там, бригады были, вот, отдельно, колос, колоса колхоза, земля, отдельно, Карломарса, земля, отдельно, Сталина, вот это, в центрах был Сталин, колхоз, вот так, земля этого колхоза. Клубы были тогда? А? Клубы были? Клуб, как сказать, у нас, у Карломарса, напротив, бригады, колхозная бригада, лошади стояли, постепенно, начали привозить, откуда, таких, чем немецкой породы, тягачи были, тяжелые, гладючие, такие, но они скоро попропали, потому, что кормить их зерном не надо, а они нашей природы не получалось. Откуда привозили таких лошадей, попадали. На досвидки ходили вы? А? На досвидки ходили? На досвидки там тоже было так, как тебе сказать, вот сегодня в одной девке собираются, погуляли вечер, тогда в другой, а потом раскулаченные хаты были еще у нас, при немцах кое-кто вертался, кого раскулачивали, выгоняли с хаты, и сами жили. А как начали немцы отступать, повъезжали куда, кто его знает. Вот, и вот как раз раскулачивая хата, у нас была Соколова, напротив колхоза, и там сделали, у Серебки выкинули простенки, клуб сделали, на кино, в Динамо крутили, кинопередвижка назывался, кинопередвижка, передвижка, ну да, не, у нас Хохол же был киномехаником, Яшка, так он, как-то он, ну ругался, Райка, хопай аппаратуру, а то бийка будет, боюсь других колхозов продуть, да, уже между собой подерутся, а он как заметил, что начинается драка, а он жимки кричит, Райка, хопай аппаратуру, а то бийка будет, побьет аппаратуру, да, ну, чтоб не побили, у меня и память осталась, рука, я Динамо эту, киноленту перематывал, вот, и быстрее покрутил, а проволока как лопнула, несколько, этих, ну вот, кино, раз прошла одна лента, а то другая, потом уже наклеивали, и на эти, куда наматывали Динамы, напаивали, вот такой еще проволокой, а я когда крутил, сматывал, перематывал ее, да, и она лопнула, у меня пальцы, вот так вот, вот рассекло, проволока, столистая проволока, и вот уж лопнула, я часто вспоминал. Так а дрались из-за чего? А, из-за девок, из-за чего же могут драться, из-за девок, с другой же, улицы там, из-за другого же колхоза, продувся, даже с каменки проезжали ребята, гуляли, да, девчат, было это такое. Дрались с кулаками, или и кастеты, и все остальное было? Нет, а дальше кастетов, не, это кастеты уже пошли, уже я вот пошел гулять, уже, в это время же кастеты делали, кто мог отливал, а кто, прямо растачивал, просверивали, у кого было, значит, вот, вот, один хлопец у нас, Витька Калугин, Нема, тоже умер, уже был раненый, у ноги, снаряд разражали, уже, после войны, по-моему, и разорвало несколько человек, а батька его был кузнецом, и хлопцы его заставляли, иди неси, зубила, молоток, постарший, и на Ленина, на улице, это, центральная, вот эта улица, что-то, нашу каменку, и далеко, что найдет, туда, и на Каховку, на Каховку, на этой улице, машины, когда они отступали, одна кола одной, полили, страшное дело, стояли, значит, по колено была грязь, мельницу взорвали, у нас млин был, это немцы, немцы, когда отступали, вот, когда Мишки Цигана, времянка у Мишки Цигана, там, двухэтажная хата, возле пекарни, да, возле пекарни, у его, времянка стоит, это хата старая, курылка, Дунька была, курылка, сразу на Тачанке, ездила, выдавала, и где, кто живет, эти, бригадир, коммунистов, да, бригадиром был, двоимый дядька, вот, выдать, потом, напротив, мне, дядька был, Мишка, дядька Мишка, да, он на салюте ездил, это, бедкой, председателем колхоза, выдала, его, его, у каменки, у соснах, и здесь, ну, и где сосны, там, расстреливать, вели, он кинулся, текать, у хату, какую-то заскочил, но все равно его застрелили, немцы, вот такое вот дело, это я хорошо помню. вот еще я вас хотел спросить, что за пристань была, называлась Казан, это в городке, катер ходил с Никополяш сюда, в Алексеевку, помните? А ты че, не помню, это же Рокодав, у Алексеевка уходил, вон он, пристань же тут была, а там была, это, как раз вот, это, жерно-хранилище, на Крубши. Михаил Иванович, если по Ленина, по центральной ехать, это примерно один. До школы доезжаешь, и направо, не доезжая школу, вот оно, школьный, и где физкультурой занимаются, с левой стороны, и где физкультурой проводят, там, у городка, там как раз большая площадь была, и переулок, переулок прямо, доезжаешь до этой улицы, идет, Московская улица, дошла сюда, до этого переулка, потом вот так вот раз, метров сто, проезжаешь, и этим же переулком, это докруче было съезд машины, там, когда, ну, полуторки были уже, уже после 2-ми, вот съезжаешь, а зерно, возили тут поворот на эту улицу, и дальше проезжаешь, сейчас построено, примерно на упроти, как до Загадзерна, было поворот, первый поворот налево, и прямо в зернохранилище, где это было. Так на Казанио там пристань стояла? Которая пристань, вперед, этим же переулком, опускаясь и вниз, до пристани, вот, а дальше, вот этой улице поворот, идет на это, на зернохранилище. Пристань такая, как в Алексеевке была, да? Ну, две, как они? Две каюты, или? Две... Два зала ожидания. А? Два зала ожидания на пристани. Не было. Зала ожидания не было. А эти две, алюминиевые, какие-то, в виде баржа. Две было, стояло рядом вот так, вот, и катер сюда подходил. А куда катер ходил? Это с Никополя до нас. А дальше? А дальше туда он не пойдет по конке, дальше, это, мелкая такая, что можно было переехать. Ну, это до войны, да? Да. А вот 70-е годы? И после войны. Уже когда море было. Уже когда вот эта вода? Да. Да. Сейчас они и сюда же в Алексеевку ходили. Ходили катера тогда же, и ракеты бегали, мотались. И тоже на казан заходили, да? Ну, да. А чего называлось казан? Я не буду брехать, не могу. Как-то конка... А может, речка была такая, казан, нет? Нет. Ну, или место какое-то? Ну, я только там вот то, что... Зерно сдавали в баржи с транспортерами, сыпали. Уковш такой, а тогда такие трубы, вот, и прямо в баржи сыпали. Понятно. Это хорошо, я помню. Но мы купаться, как только баржи нема, вот туда влезем, а охранник нас гонял, не разрешал прыгать, значит. Это когда? До войны? После войны. После войны, да. А кем вы работали в жизни? Я? Да. По строительству. Кем? Я каменщик. Я окончил ФЗО в Запорожьях в 52-м году. Была еще организация алюминь-спецмонтаж. Я на седьмом поселке, в ФЗО. Окончил ФЗО, это 6 месяцев проучился. А потом от алюминь-спецмонтаж организация я работал там каменщиком. В Запорожье, да? Да. Что вы строили? Жил дома. В основном дома. Это в какие годы вы работали? Ну, в 52-м я окончил. И так я вот можно сказать все свое время вот они сухие музели пооставались. Вот она вот, вот. вот она. Кельма, кельма, кирпич, камень, все это в мои руки попали. А на пенсию в каком году вышли? Я больше уже 20 лет. Я даже и не могу сказать, честное слово. если вы 34-го года. Да. 83-го года меня, 29-го октября, в день рождения комсомола. 83-го года меня. работали до 60-ти лет, да? Я до 60-ти лет работал. Значит, в 94-м. Знаешь, это, я это, последнее время мать болела, отец погиб на фронте, мой, за Никополем. Вот есть бумажка эта, что получила мать, ну, что погиб отец. Похоронка. Как? Похоронка. Ну, с военкомата выдавали эту бумажку. Вот. И она сейчас у меня целая даже. И в то, я, значит, мать заболела, я 6 месяцев отработал и расшитался, переехал в колхозе работал. По строительству. А последний год, так я, колоскота уже пошел, колтелят поработал и на пенсию пошел от телят. Там заработки хорошие были. Это совхоз Наминский, да? Да, да, да. И сейчас чем занимаетесь? Я? Да. Ничем, для себя. Ни одного балагана нет такого. Для себя маленький, вот так вот от высоты, пять рядков, вот так, как до первого столба, вот, длиной, пять рядков огурцов для себя. И такой же самый другой, маленький балаган, да, шесть рядов помидор. И все. И больше у меня немало, пленки никакой. Сколько сотых огорода? Было у их. Ну, я и держил, у меня жена умерла, а я перешел сюда, вот этот, 17-й год. Ну, тут сколько сотых? Ну, у нас где-то сотых у ей приватизированная земля, сейчас где-то сотых двадцать пять. Ну, это много, надо же за ними ухаживать, да? А? Много, ухаживать надо. Мы уже часть бросили. Бросаете? Бросаем, а там же мамасарка от мамасарки уже брошенная, вот такая вот трава. Уже мы не усил. Ну, да. Уже она нам не надо. Она работала, эта женщина кола этого, кола гею, совхозы, а я тоже стала скота. Поработал, моя умерла, я шесть суток у Каменки в больнице лежал, ухаживал за ей, вот, сын учителем работал, мой, старший, а меньше шахвером. До армии выучился в ДОСАФе, в армии шахвером был, не, совхозы сразу трошки побыл и в армию забрали, в армию шахвером и сейчас в Запорож стали возить начальника, возил рабочих сразу, как поступил туда, уехал с полхоза, а сейчас начальника возить. Большого? Ну, хозяина, был один хозяин в Запорож стали, а теперь пять разделили. Катя, ты в хату как зайдешь, вынеси твою фотографию, мою, что я на лодке, на столе, там, колобачки. ты мне надо на минутку. Спасибо.